Volvo Ocean Race — история одержимости, длящейся 45 лет. Одна из самых известных кругосветных регат. Сложнейшее испытание для команд. Сплав элитного спорта и рискованного приключения. Для победы нужно пройти 45 тысяч морских миль за 11 этапов с 12 остановками, обогнув все шесть континентов. Семь интернациональных команд борются за право написать свои имена на награде Volvo Ocean Race. И в конце второго этапа вверху списка оказались три, уже принимавшие ранее участие в гонке. Мафри, стремящиеся стать первой испанской командой победителем, это десятая попытка. Американо-датская Vestas Eleven Hour под руководством молодого американского дуэта и неподражаемая китайская команда Dunfen. Впереди 6,5 тысяч миль опасности и одиночества, ведь гонка снова пойдет по старым маршрутам через Южный океан. Из Кейптауна команда отправится в Мельбурн через пользующийся недоброй славой Южный океан. Это возвращение к первым регатам, проходившим там, где линия между гонкой и риском тонка, как лезвие бритвы. Этап в Южном океане покажет совсем другое измерение гонки, ведь там вы далеко от земли, вы очень уязвимы. В Мельбурне будет только пит-стоп, а потом еще 20-дневный этап до Гонконга. За него дают двойные очки, но это рискованно, и нам надо хорошо понимать, насколько рисковать уместно, чтобы в погоне за ветром не разбить лодку. Если не успеть в Мельбурн вовремя, то можно пропустить этап из Мельбурна в Гонконг. На этом этапе нужно особенно много думать о безопасности, о том, что может случиться, в особенности о самом ужасном. Если кто-то выпадет за борт, это будет один из сложнейших этапов «Больво Оушен Рейс». Команды направляются в самые малопосещаемые и потенциально опасные воды на планете. Столкнувшись с проблемой в Южном океане, вы будете решать ее самостоятельно, так что предстартовой подготовке нужно уделить особое внимание. Лодки проходят крайне тщательную проверку. Мы должны удостовериться, что они отвечают всем требованиям. На каждой нужно провести 400 разных процедур, и это только основная часть обслуживания, которые мы проводим для всех команд. А кроме того, нужно позаботиться обо всех повреждениях, которые они получили в предыдущем этапе. Мельбурн будет просто пит-стопом, оттуда они сразу пойдут в Гонконг, так что до следующего раза, когда лодки поднимут из воды, они пробудут около 14,5 тысяч миль. Для яхтсменов подготовка тоже превыше всего. Им нужно отдохнуть, составить планы и курс с учетом погоды. Эти задачи не менее важны, чем сама гонка. Время, потраченное на них на берегу, окупится сторицей в море. Если это будет удачный этап, мы снова сможем подняться в таблицы. Я знаю, что все выкладываются на все 100, но в этот раз мы должны выдать просто максимум столько, сколько можно. Их семьи и друзья понимают, что это будет самый сложный на данный момент этап. Прощание с командами, отправляющимися в Южный океан, проходит еще более трогательно. Это будет сложнейшее испытание как для новичков, так и для бывалых мореходов. Тренируй! Сейчас, сейчас. Подходим к точке. Давай легче. Давайте поднимать. Эй, ты чего творишь? Мы на вас жаловаться будем. Как угодно, но потом. Вот и он, этап, которого жаждет каждый кругосветник. Южный океан. Следующая остановка — Мельбурн, Австралия. Хорошая погода могла быть хуже. Хорошая погода для начала этапа. Учитывая двойные очки, команды осознают, что хороший результат обеспечит им хорошую позицию в начале регаты. Им нужно тщательно выбирать между риском и наградой. Третий этап — это часть маршрута из оригинальной «Видбрет Раунда Уолл Рейс». Флот отправляется из Кейптауна на юг, огибает мыс Доброй Надежды и затем продолжает путь на восток, в Южный океан, где встретится со штормовыми ветрами и огромными волнами, прежде чем снова повернуть на север, к Мельбурну, и встать там на недельный отдых. Первые сутки выдались тяжёлыми, с ветром до 25 узлов, пока обрис не поутих, когда флот пересёк гребень высокого давления. Ещё пару дней будет довольно легко, пока не придёт депрессия. Тогда-то и начнётся веселье. 35-40 узлов. По пути на юг лодки разделились, ожидая сильных ветров с запада, которые должны подняться как раз, когда они будут входить в Южный океан. Здесь мы скаливат примерно наравне. Ди где-то в 8 милях сзади, а примерно в 20 на юге другая группа лодок. Дунфен, Мапфри, Акзо и Брюнель. Чётко видна граница между теми, кто хочет идти так быстро, как может, оптимальным курсом, и теми, кто хочет идти безопасно, минимизируя риск, заботясь о лодке и не пытается попасть туда, где его может захватить депрессия. Погода ухудшается, и ожидание нарастает. У нас около суток перед тем, как ветер начнёт усиливаться, и мы встретимся с первой действительно крутой депрессией, которая может даже быть опасна. Так что нам нужно всё проверить. Безопасность — наш высший приоритет и для команды, и для меня лично. Это моя ответственность. Больше всего неприятностей доставляет вся эта вода, которая прокатывается по палубе, волной сильнее, так что нужно соблюдать осторожность. Все должны быть пристёгнуты. Это интересно и волнующе, особенно для нас. Мы же новички. Я имею в виду здесь, потому что об этом мы только рассказы слышали. Ты как? Тихо, тихо, не шевелись. Осторожно. У Акзенобель первый пострадавший. Это Эмили Найджел, новичок. Ничего себе след. Ты и так упала, да? Наверное, я падала с наветренной стороны головой вперёд, и до сих пор чувствую, как меня встряхнуло. Немного больно. С севернее Сунхунка и Скалева тоже попали под удар стихии. Антонио Фантес, штурман, заменивший Стива Хейлза, упал на палубу. Я вывихнул руку. Не знаю, насколько это серьёзно, но я ничего не могу ей делать. Мы далеко от реальной медпомощи, так что получить тут перелом — это очень серьёзная проблема. Всего несколько дней этапа, а океан уже показывает, кто здесь хозяин. «Тонтетайдонтэпластик» идут севернее всех. Шкипер Дикафери надеется избежать разгула стихии. 70% её команды ещё не бывали так далеко на юге. Меня не удивляет, что некоторые команды ушли дальше на юг. Там и ветер сильнее, и волнение, но, скажем, мафры трижды ходили вокруг света вместе. Они уверены друг в друге. У них много опыта. Они знают, как обращаться с лодкой. Но я думаю, что и мы правы. Нам лучше продолжать в том же духе и бросаться в омут с головой. Репутация регаты создавалась здесь в её ранние годы. Шкиперам было привычно идти на риск столкновения со льдом ради более короткого маршрута. Но при сегодняшних скоростях столкновение с айсбергом означает катастрофу. Поэтому ради безопасности была определена запретная зона антарктических льдов. И всё же, даже с этим правилом в погоне за ветром команды идут так далеко на юг, что оказываются на самой кромке запретной зоны. Мы боремся с Дунфеном и, конечно, с другими. Мы всю ночь боролись с Акзенобель и Бринеллем. Здесь нельзя замедляться, потому что все тебя обойдут. Мапфри борется за лидерство с командой Дунфен. Остальные преследуют их. Разрыв между самой южной и самой северной лодкой достиг уже более чем 200 миль. Усиливающийся южноокеанский шторм с мощными порывами ветра и огромными волнами делает жизнь на и под палубой сложной и опасной. Не отпускаешь штурвал, но время от времени твои руки просто срывают с него, и тебя поддерживает только страховка. А потом тебя бросает снова вниз, и ты стараешься собраться с духом и снова взяться за штурвал. Мы в Южном океане. Сегодня доходили до 50, а вообще держим 45 узлов. Волны огромные, работать очень сложно. Ты как будто внутри стиральной машины, которая, когда идешь спать, не выключается. Нет, она всегда работает, и ты всегда это чувствуешь. На палубе, конечно, сильнее всего. Поскольку лидеры прижимаются к границе запретной зоны, им приходится постоянно перебрасывать паруса. А это в таких экстремальных обстоятельствах опасный маневр. Это очень нервирует, потому что, когда жмешь, то есть силы, ночью. Очень сложно реагировать, и надо следить за тем, чтобы что-нибудь не сломать. А то гонка закончится. Любой капитан беспокоится о том, что малейшая ошибка может привести к большим последствиям. И команда «Акзенобель» выясняет это на собственном опыте. Нам нужно было поворачивать в сложных условиях. Я думаю, на 35-40 узлах. У нас возникла проблема. Мне стоило бы этого не делать. Надо было бы это обсудить или придумать что-то. И тогда мы бы не попали в такую ситуацию. Парус ударило в бакштаге, сорвало батоны. Это уже плохо. Но хуже всего то, что мы оторвали рельс. Так что ребята просто молодцы, раз они смогли спустить парус при порывах ветра до 50 узлов. Мы надеемся приклеить рельс обратно, за день или два. На это понадобится время. Потеря грота была сокрушительным ударом, а время уходило. Учитывая, что остановка в Мельбурне очень короткая, им надо чинить лодку. А иначе придется пропустить следующий этап. Путешествие через глаз шторма в Южном океане не проходит без последствий для лодок и команд. В Сунь-Хунькай, Скаливат и Ак-Зу-Нобель есть пострадавшие. Команда Семёна Тьенпона пытается вернуться в гонку после поломки грота. Первая попытка ремонта провалилась, и команда погрузилась в уныние. Рельс просто отошел. Понятно, он не удержится при такой погоде, так что мы постараемся снять его и все переделать. У нас была хорошая позиция. Мы отлично справлялись, но теперь, конечно, отстали. Это большая проблема, потому что мы посреди пустоты. Так что вернуться в гонку и благополучно дойти до порта вовремя — это главная задача. В 300 милях впереди Дунфен лидирует, продолжая пережать Мафри. Двойные очки пригодятся любой ведущей команде. 30 часов. Повороты через каждый час. Это кошмар какой-то, но у нас нет выбора. Мы спим в мокром, и каждые полчаса-час делаем манёвр, так что колени просто отваливаются. Я сначала засыпаю, а потом ещё полчаса или 40 минут отдыха, и снова на палубу. Обе команды несутся вдоль границы запретной зоны антарктических льдов кратчайшим путём к финишу в Мельбурне. Вестас, Элевенсаур и Брюнель следуют за ними. В запретной зоне на такой скорости опасно. Вот почему они придумали это правило. И, конечно, если мы залезем за границу, то будем иметь проблемы. Нам назначат штраф. Ещё дальше Сунь Хун Кай Скалливат продолжает борьбу, несмотря на нехватку людей на палубе. Их штурман Антонио Фонтес бережёт руку, которую он, возможно, сломал в начале этапа. От лидеров мы отстали на 75 миль, но до Брюнеля и Вестас только 14 и 23 мили, так что, я думаю, мы должны просто подбираться к ним. У команды Брюнель на четвёртом месте тоже есть проблемы. Британская яхтсменка Энни Лаш получила травму, когда её сбилась с ног большая волна. Болит сильно. Я не могла стоять и пыталась ползти, но тоже не смогла. Не могла двигать правой ногой. Так что, в конце концов, парням пришлось тащить меня по палубе и спустить вниз на койку. Мне очень жаль, что я не могу помогать им со всеми этими манёврами. Лаш будет соблюдать постельный режим. Её состояние не ясно, но у команды нет другого выбора, кроме как двигаться вперёд. Потому что ближайшее место, где ей могут помочь, — это Мельбурн. Момент истины для шкипера Бова Деккенга. Мы в 2000 миль от Австралии и в 3500 миль от Мадагаскара. Ближе с земли нет. Положение сложное, потому что дальность полёта вертолёта обычно — миль 200 максимум. Шкиппер не просто несёт ответственность, он должен заботиться о пострадавших. Надо всегда помнить об этом. Гонка отступает на последнее место, если речь идёт о человеческой жизни. Прошло три дня с тех пор, как Аджу-Нобель сломали рельс. Без грота они сильно отстали и оказались на последнем месте. Но наконец-то смогли справиться с ремонтом. Мы ставим грот. Вполне нормально. Надо соблюдать осторожность, но всё должно получиться. Главное — верить. Хотя команда продолжила движение, суровая реальность всё же берёт своё. Жаль, но, похоже, теперь нам придётся ждать новой возможности. Мы вряд ли сможем что-то изменить в этом этапе. Очень жаль, но мы проиграли. Это нас не остановит, но что-то сделать будет очень сложно. Южный океан — одно из самых пустынных мест на Земле. Но даже преодолев тысячи миль, двое лидеров продолжают вести дуэль, разделённые лишь несколькими сотнями метров. То Мапфри нас обходит, то мы его. Мы очень близко, и за последние 12 часов сделали, наверное, больше сотни поворотов. Это кошмар. Лучше бы, конечно, быть впереди. Я бы предпочёл, чтобы за мной гнались, а не наоборот. Потому что это значит, что ты побеждаешь. Дни напролёт длилось это состязание. Неутихающая манёвренная гонка, изнуряющая команды и физически, и морально. Это очень суровый этап. Условия тяжёлые, скорость большая, всё мокрое, и внутри лодки тоже. Везде вода. Вода в спальном мешке, вода в твоих вещах. Просто повсюду. Мапфри в итоге вышла вперёд и медленно начала отрываться от Дунфэн, с которой провела 10 дней. Мы ищем возможность. Или они сделают ошибку, или мы совершим хороший манёвр. И если они всё-таки ошибутся, мы этим воспользуемся. Вестас уже отчаялись догнать лидеров. Эти красные лодки оторвались на 60 миль примерно. Мы, конечно, их преследуем, но у нас ослабел ветер, так что победить, похоже, не удастся. Но есть и хорошие новости. Брюнель отстали миль на 20. На борту Брюнель тоже хорошие новости. Эни Лаш, получившая три дня назад травму, смогла встать на ноги и жаждет вернуться на палубу. Наконец-то смогла подняться с койки. Прошло 72 часа, я снова могу двигаться. Это прекрасно. Гребень высокого давления со слабыми ветрами ещё больше замедлил лодки. Сунь-Фун-Кай Скалливуд на пятом месте невеселы. Это было реально тяжело, и мы не знаем, сможет ли Тони участвовать в следующем этапе со своей рукой. Если не случится чего-нибудь неожиданного, я думаю, мы на этом месте и закончим. Не фантастический результат, но мы и не опозорились. Обойдя самую северную точку границы запретной зоны, лидеры повернули на юго-запад перед разворотом на север к Мельбурну. По пути на север, к финишу, Дунфен перешли в стелс-режим, чтобы искрыть своё положение от Мапфри. И подловить их, но без толку. Они отстали от испанцев примерно на 100 миль и, помимо прочего, столкнулись с проблемой со своим наклоняющимся килем. Лодка вся в масле. Мы все в масле, и мы потеряли 10-15 миль. Ситуация скверная, потому что мы отстаём, и скорость у нас упала. Так что будем надеяться, что мы хотя бы второе место удержим. Уступить Брюнелю или Вестас на финишной прямой китайская команда хотела бы меньше всего. Они продвинулись с последнего раза. 23 на 1, 7, 3. За следующие сутки надо не пустить жёлтого сзади вперёд и догнать красного. Посмотрим, что у нас получится. Следующие за ними Сунь-Кунь-Кайскалеват, Акзонобель и Тёнда Тайдон Пластик уже не рассчитывают попасть на пьедестал. Но продолжают руаться вперёд. Мы спускались с волны и немного переборщили. Рули повело, нас развернуло под ветер, и мы перебросили парус. И теперь, конечно, всё посрывалось с места. Балласт, киль, людей, паруса, рули. В общем, теперь надо всё разбирать. Да, не хотелось бы это повторить, но вроде все ещё нормально делались. Лёгким испугом. Преодолевшись с половиной тысяч миль и последние дни перехватив лидерство Дунфэн, Мапфри одерживают победу в третьем этапе. Это их вторая победа подряд, и она случается прямо в Рождество. Наше положение ещё улучшилось. И это очень хорошо. Все счастливы. И я счастлив за команду. Но мы все понимаем, как много ещё осталось. Сколько всего может пойти не так. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Радоваться, да, разумеется, все счастливы. Но надо держать голову холодной. Впереди ещё много работы. Всего через четыре часа приходит китайская команда, сохранив второе место. Несмотря на потерю драгоценных миль из-за проблем с килем. Но первое место вновь ускользнуло от них. Мы становимся лучше с каждым днём, и мы лидировали 80% в гонке. А значит, сможем и больше. Так что в следующий раз надо будет постараться. Гонка очень длинная, очень тяжёлая, и много чего может случиться, так что мы не должны грустить из-за второго места. Вестас Элевен Саур занимает третье место, побеждая команду Брюнель. Закончить на пьедестале этап с двойными очками — это дорого стоит. Особенно если учесть, что тут есть мафри, так что мы знаем, над чем надо поработать в дальнейшем. Мы можем постараться ещё, и, возможно, подтянемся к возвращению в Окленд для второго удвоенного этапа. Второй раз команда Боуэбеккинга финиширует четвёртой. Достойный результат столь трудного этапа, но слишком велико отставание от лидеров по очкам. Оставшиеся лодки встречают Рождество в море и настроены соответственно празднику. Поздравляем всех с Рождеством и желаем счастливого Нового года! Окзунобель всё ещё более чем в пятистах милях от Мельбурна и впереди несколько дней пути. Но, несмотря на это, команда настроена оптимистично, как и положено яхтсменам калибра Вольво Оушен Рейс. Да, честно говоря, мы не там, где хотели бы быть прямо сейчас. Положение сложнее. Но я думаю, что все члены команды, как и все участники Вольво Оушен Рейс, привыкли выбираться из сложных ситуаций. И неважно, насколько ситуация сложна. Мореходы Вольво всегда скажут, бывало и хуже. И я смогу выбраться из этой. Так что немного жаль, конечно, что мы не добились того, чего хотели. Но надо просто не отчаиваться. И помнить, что надо стараться и дальше. Потому что всё меняется. И все, кто хочет и борется, получают своё. Больше чем через сутки после Брюнеля пришёл черёд Сунь-Хун-Кайскалеват и Тёнда Тайдун Пластик завершить суровый южноокеанский этап. Они заняли, соответственно, пятое и шестое места. Акзенобель финишировали более чем через три дня после Мафри. Их время пребывания в порту значительно сократилось. Значит, у них будет меньше возможностей отдохнуть и подчиниться. Мельбурн даёт командам перевести дух после 6500-мильного испытания в море. Двойная награда Мафри увеличила до 6 очков их отрыв в таблице от Дунфена и Вестас. Испанская команда сильна. На четвёртом этапе флот отправится в Гонконг. Впервые за все 45 лет её истории этот город будет принимать регату. Команды пойдут на север из Мельбурна и преодолеют 6000 миль. Впереди их ждёт ещё немало испытаний. Но это будет приятный перерыв между южноокеанскими этапами. Переведено и озвучено специально для Ocean TV. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok